Всем огромный привет! Сегодня у нас будет распаковка моего нового заказа с рандеву. И я хочу сразу же сказать, что на рандеву сейчас скидка до 50% в целом. А вот конкретно на ароматы тех брендов, которые я заказала, Кошарель и Лолик, скидки 30%. Плюс я еще оставляю свой промокод под видео, в описании под видео. Вы можете его использовать и увеличить свою скидку на 10%. Еще хочу сказать, что у меня тут несколько ароматов. Я решила разбить вот это вот видео, эту распаковку на два видео. Так, сейчас покажу, что у меня здесь есть. Давайте поближе рассмотрим то, что я тут заказала. Смотрите, Дэн. Сейчас будем распаковывать. И Лолик. Ну, Лолик, наверное, сделаю распаковку в себе все раз. Сегодня пошел с Эм и Дэном. Рубники у меня здесь Байреда Сан Дэйс. Что еще? Марк Бакстон, Dreaming with the Ghost. Раньше он назывался Sleeping with the Ghost. Вильгельм Парфюмери, поэта Берлина. И Бернин Дезайя, Орлов. Вот все вот это сейчас. Не все. Я сегодня хочу сказать про Вильгельма и, наверное, про призрака. Вот такой вот этот крем, Коксир. Вот именно вот этот. Мне очень понравился. Я оставлю на него ссылку тоже в описании под видео. Вот он именно хороший. И что тут за вода? Ну, это парная такая штука. Видите, мужская и женская. Ну, попробуем тоже. Мы тут сейчас... У нас выходной, и мы отдыхаем. Хотела вам показать кафешка, в которой мы тут сидим. Вот там вот собачка. Смотрите, как здорово тут придумали. В общем, гений и креативы. Просто вот такие вот бочки, которые приспособили под сиденья и столы. У нас тут... Это река Тускарь. И, в общем, тут у нас катаются на лодках, на катамаранах. Очень здорово. Ну, давайте откроем Эден. По поводу Эдена я хотела сказать, что у меня этот аромат был очень давно. Наверное, в 2010 году я его купила просто по памяти. Потому что, ну, когда он появился, он был, конечно, моей мамой. И мне очень нравился вот этот вот шлейф с нее. И потом я его себе купила. Наверное, у меня все-таки было 50 миллилитров. Я когда увидела вот эту тресаточку, она такая крошечная. Кожей я его продала. У меня был фигмент. И я его покупала именно из-за того, что он мне напоминал Эден. Но мне казалось, что он такой вот более роскошный, шикарный. Наносить я фигмент не смогла. И в итоге вот вернулась к Эдену, потому что это что-то такое уникальное. То есть больше я ничего подобного не слышала. Я имею в виду, вот именно вот такого сочетания больше не слышала. Есть аромат, напоминающий его Са Сэмбон от Кинзо. Но мне казалось, он более ретровый. Давайте открывать. Сейчас буду пробовать, я не знаю, какова будет встреча. Как это называют его русалочим ароматом? У меня еще один появился русалочий. Я вам потом покажу его. У меня будет ролик с летними парфюмами. И в общем покажу еще один один. Так, открывай. Ой, смотрите, какой он маленький. Малюсенький совсем. Так, сейчас будем пробовать. Я его набрась... О, я уже слышу запах. Все, я его узнала за три секунды. Нет, фигмент не такой. Но почему-то вот какая-то, видимо, основная нотка что-то у меня в них объединяло. Классный. Я рада, что я его себе вернула. Он намного спокойнее. Фигмента вообще бы не стала бы уже их рассматривать, вот знаете, в связке. Ну вот что-то, что-то такое вот это зелено-бело-цветочное, такая вот мощь тропическая, какая-то такая заводь. Вот в них общее вот это есть. Я, конечно же, расскажу о нем поподробнее, я думаю, попозже, когда побольше его поразнюхиваю. Сейчас просто воспоминания. Классно, я очень довольна. Так, теперь я хочу рассказать про Вильгельм Парфюмери. Вильгельм Парфюмери Пайда Берлина. Сегодня вот я как раз-таки надушилась этим ароматом. Мне очень нравится. Он пахнет в зависимости от погоды, от там, где ты находишься в помещении. Это более что-то сладкое, гурманское. Вот здесь на воздухе, на ветру. Красивая такая штука летняя, на мой взгляд. Какой-то как бы напиток сладкий. Может быть, это даже чай. Сейчас я немножечко обновлю свои впечатления. Мне нужно было кухню. Сладкий, чёрный. Но какой-то такой вот явный терпкости чайной не чувствуется. Просто это сочный аромат. Потому что многие говорят о том, что он пахнет каким-то там пирогом черничным или ещё что-то. Я не чувствую здесь выпечки. Для меня это что-то влажное. Для меня это что-то влажное. Может быть, допустим, с оттенками орхидеи. Вот что-то какая-то зеленоватое, какая-то есть интересная нота, влажноватая. Будто бы вы сломили, если у вас растут орхидеи, вот этот листик орхидеи, если его разорвать. То есть такое вот ощущение. И вот это вот что-то такое сладко... Ну, сладко-чайное, наверное, с лёгким оттенком ягод. Предположительно, черники. То есть чего-то явного нет. Аромат очень цельный, такой вот приятный. Мне он нравится. Что касается шлейфа стойкости, мне кажется, по жаре и на ветру он слетел всё-таки, да? Слетел он, что-то не чувствует. Ну, я сейчас только брызнула, да? А, говорит, что чувствуется. Но я только брызнула. Ну, вообще, я к нему быстро привыкаю. А вот так со стороны муж мне говорил, что хороший от него шлейф и стойкость. И, в общем... Ну, вот так. Но он не напряжный. То есть это не сахар лови и бель. Вот я читала, что кто-то улавливает общую базу с манго-скин. Но там всё-таки в манго-скин сахарится очень сильно. А здесь такого нет. Так. И Марк Бакстон. Это очень классный аромат. Это очень классный парфюм для тех, кто любит замшевый аромат. Это такая классная фруктовая замша. И... Ну, это замша сайбой. Он... Я не могу сказать, что он как-то сильно меняется. То есть вот очень красивый айвовый аккорд. Мне кажется, одна из самых, наверное, красивых интерпретаций вот этой ноты. Парфюм совершенно не тяжёлый. Но он... Я не могу его отнести к таким невесомым. Он мне когда-то казался довольно-таки нестойким. Но я его вчера немножечко так это отнанесла. И сегодня тоже... Вот сейчас пробую. Красивая, сочная, фруктовая айва с замшей. Мне очень нравится тоже. В идеале я бы, конечно, хотела бы оба аромата. В общем, мне нравится и то, и другое. Сложно выбрать. Ясный призрак, мне кажется, всё-таки более осенний за счёт вот этой замши. Он такой мягкий. В Алакюсе немножечко они монтируются с летним таким вот праздником в жизни. А поэты классные. Даже сейчас мне они очень понравились. Ну всё. Я надеюсь, вам было интересно. Обязательно переходите по ссылкам в описании под видео. Кстати, в следующем видео, где я буду рассказывать о жемчужинах Лалик, в аромате Орлов Бёнин Дизайя и Санда из Баретта будет новый промокод. Поэтому обязательно следите за новым роликом. Оставляйте комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok